Предприниматель и многодетная мама Кама Кутеля создавала свою Акыто, опираясь в первую очередь на качество продукции и удобство для покупателя. В центре города в одном месте можно приобрести практически все фермерские продукты. От мяса, молочки и круп до овощей, соусов и алкоголя. Идея и мечта была давно, но как оказалось это не так легко на самом деле. Потому что сегодня, к сожалению, абхазская деревня чуть-чуть перестает существовать. Сегодня очень сложно найти продукты, которые экологически чистые, продукты, на которых мы выросли, можно сказать. Каждый из нас имеет прямое отношение с деревней. Я говорила всегда всем, кто мне помогал, друзья, близкие, родственники, семья, супруг, братья, сестры. Я говорю, я хочу, чтобы женщина зашла в мой магазин, вот у нее сейчас пришли гости. Ей надо накрыть традиционный абхазский стол, где она, начиная от домашней курочки, хорошего сыра, готового сысбала, копченое мясо, домашняя фасоль, хорошая виноградная чача, вино, водка, я не знаю, всевозможные закрутки, соленья. Все это она может купить сегодня у нас в магазине. Самым сложным, по словам Камы Кутелия, стало наладить поставки, хотя, казалось бы, столько людей по стране ведут домашнее хозяйство и должны хотеть его реализовать. Что касается деревенских продуктов, как сыр, домашняя курочка, молоко, обувалиное козье молоко, сыр, яйца, это было очень сложно, но мы это смогли, и восточная часть Абхазии, и западная часть Абхазии, всех задействовали. Есть сегодня люди, которые постоянно нам поставляют с деревень свою продукцию. Тот факт, что домашняя продукция сегодня в разы дороже фабричной, предприниматель Кама Кутелия объясняет несколькими факторами. А Кутелия не может себе позволить цены ниже рыночных, но может предложить другие преимущества. Раньше я приходила на центральный рынок и хотелось купить мне что-то деревенское и домашнее. Я удивлялась, почему это так дорого, а сейчас я понимаю, почему это так дорого. Потому что я могу себе позволить сделать, допустим, цены как на рынке, только в том случае, если я поеду в деревню, сама закуплю у хозяйки, которая делает, а если она приезжает на сельском автобусе, утром рано на рынок, ну, моментально начинается возможность у перекупщиков скупать и, соответственно, выставляют уже свою цену. Поэтому сегодня деревенский продукт для нас дорого. Я не скажу, что в нашем магазине такие же цены, как на рынке. Нет, ну, у нас не получится делать таких же цен, как на рынке. Мы за счет чего создаем удобство людям, что в любое время, в непогоду, в хорошую погоду, с 9 утра до 7 вечера человек может, как и на рынке, прийти и приобрести все, что ему нужно. Но и хороший продукт, он всегда дороже. Вот даже вот хочу взять на заметочку нашу кукурузную крупу и муку. Сегодня есть сильный конкурент, это Юг России, это Кубань, они оттуда привозят перемолотую свою кукурузу, фасуют и продают, как за нашу местную. Наша местная кукуруза стоит в два раза дороже. Соответственно, первое, понять, что это правда наша, могут не все. Второе, продавать нашу продукцию мы не можем так, как они. То есть сегодня автоматически наша традиционная мамалыга очень дорого нам обходится. Ну, этот факт никак мы не можем исправить, ну никак. Покупая за 160 рублей килограмм, допустим, кукурузной муки, у того, у мельника, который это все помолол, все это нам рассортировал, ну, мы хотя бы там, допустим, 20% суммы, с учетом всех наших затрат, мы должны добавить. Помимо домашней курицы, индюшки, утки и даже поросенка, в Акыто можно купить, например, асадзбал, аджику, джем, варенье, компоты и различные алкогольные напитки. Все это сделано в Абхазии, а кое-что даже самой камой. У нас очень много талантливых ребят, которым сегодня очень сложно продавать свою продукцию. Казалось бы, да, каждый магазин с радостью должен принимать там наше производство. Нет, нет, не с радостью, а с большей сложностью. Вот мы сами производим свою джику под нашим логотипом, называется Акыто, у нас зеленая джика и красная. Ну, помимо того, что мы здесь у себя ее продаем, мы хотели ее еще и внедрить, допустим, в наш центральный рынок, в другие магазины столицы. Это невозможно оказалось, куда ты не приходишь, тебе говорят, нет, у нас есть свое, мы уже у кого-то там принимаем и так далее. Здесь вы можете увидеть, вот если мы продаем компот, то он может быть от разных производителей. Я не могу человеку сказать, что вот вы знаете, у меня есть там компот Ароду, там от Тату Хом, мой личный компот, но вот у вас я не могу взять. Нет, я могу взять у всех, кто хочет сегодня продать свою продукцию. Я это уже неоднократно говорила, двери нашего магазина открыты. Единственное, о чем мы просим предпринимателей, давать возможность на реализацию. То есть человек должен понимать, что он принес свою продукцию, после продажи он может получить за это, как бы, свои денюжки. Магазин Акыто расположен на Абазинской улице, напротив городской прокуратуры. Он работает без выходных с 9 до 19 часов, чтобы каждая хозяйка могла в одном месте приобрести все, что нужно для традиционного абхазского стола, как когда-то и задумала предприниматель Кама Кутелия.